Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня традиционный обзор моих покупочек. Вот такая вот у меня корзиночка. Ну, там, чтобы не выпало, я придержу, и мы сегодня поговорим как раз то, что я прикупила. Немного, но есть чем, как говорится, похвалиться. Что-то новенькое, что-то уже старенькое, кто уже пользуется. Поэтому давайте пробежимся. Давайте. Здесь будут Никс, Люкс Визаж, Доктор Жарт, Пайо, Мэйбелин, Катрис. Вот. Вот. Все, что есть в этой коробочке, корзиночки, я как раз перечислила. А вот давайте как раз с масочкой начнем. Я очень люблю маски. Я покупаю различные маски. Что-то выходит, что-то новенькое для себя. Пробую. Начну с Доктора Жарта. Вот это масочки. Они называются у них капсулы красоты. Тканевые масочки. Вот в такой вот капсульке нарисованы. Они разные. Разные по цветам. Там у них очень много всякие желтые, голубые, бирюзовые, красные. В общем, всякие разные. Это конкретно с лифтинговым эффектом. Но сразу скажу. Я как бы не обольщаюсь по поводу лифтинга. Для меня вообще вот эти все тканевые маски, они однозначно просто увлажняющие. Просто увлажняющий эффект и все. Ну, может быть, какой-то там и есть незаметный лифтинг. Что-то бывает после маски. Ну, не такой вот с ног шибатин. Поэтому я спокойно отношусь к тканевым маскам и использую их, когда полнительное увлажнение для своей кожи. Двухслойная масочка. Написано с лифтинговым эффектом. Еще не пробовала. Понравится. Буду покупать. Буду с вами делиться своими впечатлениями. Также у меня есть еще масочка. Вот такая вот баночка. Это Пайо. Новинка. У них вышла новая альгинатная масочка. Вот в таком вот, видите, порошочек. Туда-сюда пересыпается. Щипатель здесь есть. Порошкообразная масочка. Написано это альгинатная маска-пленка для чувствительной кожи. То есть она снимает покраснение, раздражение. Альгинат это водоросли. Проще сказать, это мелко перемолотые водоросли. Альгинатная маска. Ну и с добавлением там сопутствующих. Например, как здесь, экстракт овса. Успокаивающий экстракт овса. Также в ней содержатся про- и пребиотики. На баночке вот такая вот капелька нарисована. То есть вот до сюда наливаем водичку. Размешиваем шпателем и наносим на 5-10 минут на лицо. То есть она у нас должна засохнуть корочкой такой, покрыться. И потом через, после того, как вот она совсем хорошо так высохла, осмотрим по состоянию. 10 минут прошло. И снизу мы ее снимаем вверх, как пленочку. Не делала еще. Знаю, как это все происходит. Потому что вот купила себе на пробу. Такую вот штучку попробую. Если я с ней подружусь, в плане вот этого вот стягивания. Потому что сколько до этого покупала, честно, у меня как-то дружбы с ними не получалось. То больше разведу водой какая-то консистенция. И она же мгновенно застывает. Ее надо быстро-быстро нанести прямо на лицо. Ну вот решила по акции у Пайо купить и посмотреть, как же это будет. Сложится у меня дружба. А с этой маской или не сложится, потом вам расскажу. Если сложится, конечно же, я еще куплю. И будут они у меня в обзорах. Ну, а если кто уже попробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилась эта масочка. Или нет. Буду пробовать порошкообразная масочка. Все. Вот из ухода за кожей я приобрела вот эти две новые масочки. Ну, люблю я маски. Люблю покупать. Люблю разных брендов. Как узнавать что-то новое для себя. Для макияжа. Что я приобрела? Вот для меня была вот эта находка. Вот настоящая для меня это бомба. Я знаю, что это не новинка. Многие ею пользуются. Многие пользуются топовые визажисты этой штучкой. Это база. База под макияж. Интересная гелевая консистенция. Я, кстати, снимала видео макияжа. Сейчас ссылочку сюда вот прикреплю. Как раз с этой базой. И там я ее хорошо так показала, что вот она гелеобразная. Видите, казалось бы прозрачная баночка. Но нет. Вот он. Вот он у нее гель. Вот такая вот штучка. Наносится на лицо перед нанесением тональной основы. Знаете, чем она мне понравилась? Шикарная база. Вот честно, я до этого больше как-то не встречала таких шикарных баз для лица. Но то, что она увлажняющая, это во многих брендах есть. Увлажняющая подходит абсолютно для любого типа кожи. Будь у вас сухая, она дополнительно увлажняет за счет гелевой вот этой текстуры. А будь у вас жирная, как у меня, тоже идет, да, казалось бы. Но фишка в ней и плюс я обнаружила то, что вот она, тональный крем, она как бы припечатывает к себе. Вот я такого, правда, в других основах я не встречала. Мне это очень понравилось. Вот из профессиональной косметики из Никса. Я взяла вот эту базу, не раздумывая, потому что она действительно у нее эффект припечатывания. И самое главное, потом тональная, вот эта тональная основа, тональный крем, не отпечатывается на телефоне. У меня кожа жирная и как бы постоянно вот эти, когда по телефону говоришь, остаются потом следы. Не от того, что там тональник плохой или пудра, а вот именно, я так думаю, за счет того, что и кожа жирная, и вот это все как бы оплывает, начинает при жирной коже, начинает оплывать потом в течение дня макияж. Вот с этой базой у меня ничего не плывет, не стекает, скажем так, с лица. В общем, моя находка. Однозначно рекомендую. Хватит ее надолго. Сколько здесь у нас грамм? 60 или 40? 40. По-моему, 40. Да? 40 грамм. 40 грамм. Она такая тяжеленькая, хорошая. Вот называется. Бэр Визми. Вот эта серия. Кто искал и кто хочет, чтобы вот прям тональный крем не оплывал в течение дня, макияж у вас. Но это естественный процесс, потому что кожа у нас живой организм, и она реагирует на окружающую среду, там на солнце, особенно сейчас, вот в жаркое время года. Вот я нашла для себя вот такую штучку. Очень мне она понравилась, очень я ее полюбила. Рекомендую. Однозначно рекомендую. Попробуйте. А также из них я взяла, ну, коробочка у меня где-то уже выброшена, белая коробочка у меня. А вот эту вот штучку я взяла, это водостойкая база под тени. На обороте написано, как ей пользоваться. Сейчас покажем. Она бесцветного, беленького цвета. Вот такая вот. Такая вот малипусика. Ну, не малипусика, вот сколько мне здесь. Наверное, миллилитров 15. Ничего не вижу. Так мелко написано. Ну, в общем, неважно. Миллилитров 15, наверное. Объем у нее. Так вот выглядит профит. Кисточка обычная. Ну, и светленькая она. Вот такая светленькая. Фишка в том, что моментально тоже. То есть к ней надо вот приспособиться, как говорится, приноровиться. Она распределяется очень хорошо. По веку распределяется хорошо. Держит. Естественно, держит хорошо. Водостойкий. Но, когда я начала ее использовать, я заметила то, что она отличается от обычной базы под тени. А чем? Вот когда наносишь на нее тени, нужно мгновенно их распределять. Вот прям растушевывать, растушевывать. Иначе они вот к ней прям прилипают так же, знаете, как тональник. То есть они припечатываются. И когда подсыхают, их очень сложно уже просто растушевать. Поэтому все делать нужно быстро. Быстро, как говорится, в темпе вальса. Тогда вот результат вас порадует. А если, например, накрасить, отвернуться, с кем-то поговорить, нам мгновенно все фиксируют. И потом уже очень сложно делать растушевку. Поэтому очень-очень быстро делаем растушевку сразу вот на этой базе. Держит прекрасно в течение дня. Водостойкая. То есть тени у вас никуда не будут ни в складки собираться, ни уплывать с глаз, так сказать. То есть вот эта проблема, что собираются любые тени, хоть какие люксовые, у них тоже есть такое нормальное состояние, я считаю, когда в веках. Потому что веки тоже у нас живой организм. И выделяется своеобразной себом. И вот они как бы в течение дня начинают вот здесь вот в складочках скатываться под конец дня. Здесь с этим продуктом ничего такого не происходит. Но вот единственный минус или плюс, каждый уже решает сам. Нам нужно быстро-быстро растушевывать тени. Вот пользуясь вот этой базой под тени от NYX. Водостойкая. Напомню, водостойкая база Profit от NYX. То есть к ней надо приспособиться, приноровиться. Что еще я себе купила из Maybelline? Я взяла вот такой консилер. Светленький. А, он у меня еще запечатанный. Хорошо, знаете, выбеливать, так сказать, зону. Вот этот вот треугольник, который мы всегда высветляем. Кто высветляет, кто выбеливает, говорит, сути не меняет. Я взяла у меня оттенок. Сейчас покажу, где 0,5. 0,5 светленький. Сначала я вроде как бы, знаете, загрустила, что вот он у меня такой светлый. Видите? Светлый-светлый получился такой. А потом-то я поняла, что я же могу его использовать не под глаза, вот убирая какие-то цветовые эффекты. У кого-то там синячки, у кого-то коричневые. То есть если синяя проблемка здесь и вот таким светлым консилером нанести, то получится синяк. Однозначно он сюда не подходит. А вот для выбеливания вот этого треугольника, который мы всегда выбеливаем, лоб, крылья, носа, здесь вот если что-то нужно, у губ, вот здесь уголочечки, вот здесь вот он идеально вообще подходит. Ну, думаю, в рекламе вообще не нуждается, потому что популярный продукт, это Maybelline Fit Me. У них вообще серия эта вся популярная и прекрасно себя зарекомендовала. То есть хорошо распределяется, пластичный консилер. Вот у меня такой светленький, в светлом оттеночке. Ну и взяла знаменитый камуфляж от Catrice. Фиксирует, все скрывает просто на ура, поэтому она называется камуфляж. Такая вот бончушечка у них, бомбочка такая, да? Шайба, такая вот шайбочка. И сейчас прилепим. Вот такой. По-моему, он у них универсальный оттенок. Мне очень нравится, что он вот такой вот темно-кремовый. Действительно, он универсальный. Этот цвет подходит абсолютно для любой кожи. Вот именно таким вот бежевым хорошо как раз убирать все синячки под глазами, и всю синюшность какие-то коричневые маскировать. Прекрасно маскирует. Такой вот пластичный довольно-таки. Но он такой плотный. Действительно плотный. Я бы не сказала, что прям вот он супер хорошо быстро распределяется. Нет, потому что он плотный. Его нужно, конечно, аккуратненько потянуть, но он прекрасно вот это все убирает. Всю нашу зону вокруг глаз, которую нужно нам с вами замаскировать и убрать. Вот это вот как раз шайбочка. Катрис камуфляж называется. Кому интересно, кому нужно. 3 грамма у него вес. Делайте скрин. Вот такая вот штучка. Из Катрис я также взяла вот это у них новиночка. Это хайлайтер. Но посмотрите, вот так вот он дешевенький, да? Пластик. И когда его открываешь, и скорее всего цветочек у него такой, ромашка. Не, не ромашка. Ну, какая-то ромашка была, да. Что-то цветочек, ромашка, дуванчик. Скорее на ромашку похоже. Так вот, когда его открываешь, и вот это вот крепление, ну, скорее всего, оно долго не прослужит за счет вот такого вот дешевого пластика. Но тут сама текстура интересная у хайлайтера. А у Катрис, по-моему, 3 или 4 оттенка вот этого хайлайтера. Есть самый светлый белый. Потом вот идет вот этот 0... Так, 0,10 у меня. Или наоборот вот этот. Нет, еще есть белый, белее. Потому что я брала более такой с бежевым оттеночком. Видите, он не совсем белый. Смотрите, какая красота, правда? Вот эти вот цветочки там выдавлены. Сейчас мы его с вами посмотрим чистым пальчиком. Вот он какой. Вот он. Такая вот красота тягучая. Видите? Вот он красивый. Давайте посмотрим, как он блестит. Вот такой вот не очень. А, ну вот, видно. Видите? Я не люблю белые, чисто белые хайлайтеры. Мне нравятся, которые ближе, скажем, к цвету кожи подходят. Вот они вообще как бы очень гармонично выглядят на коже. То есть такой естественный, естественный переливающийся хайлайтер цвет получается, а не какая-то, знаете, такая белила, выбеленная. Его можно наносить как на вейки вот сюда, раз, так точечку поставить, и будет красиво. А под бровку, ну, естественно, кто любит, можно сюда, над губой можно поставить. Видите? Сразу как. Вот у него пигментация шикарная. Все. Чуть-чуть его достаточно. Ну вот мне понравилось. Понравились вот эти вот цветочки. Такой вот хайлайтер. Обратите внимание на вот на такой хайлайтер от Catrice. Красивый. Я взяла, вот говорю, более в телесном таком цвете. Мне это очень, даже очень симпатизирует. О, а тут я еще добавила нашего новиночку. Не новиночку для себя, как говорится. Смотрю еще Maybelline. Думаю, у меня же не один продукт был от Maybelline. Мой любимый когда-то карандашик. Впервые. Браун сатин. Вот с этим карандашом я познакомилась лет 10 назад. Увидела его как раз Maybelline. Сейчас, сейчас везде такие есть карандаши. Практически в любом бренде. Если взять от, скажем, от масс-маркета до люкса. А сейчас есть такие. Тогда я встретила первый раз у Maybelline его. Вот эта вот фишечка, когда на одной стороне... У меня здесь самый светлый, потому что у меня брови светлые. Когда на одной стороне у тебя идет карандашик, а на другой знаменитая пуховочка, да, знаменитые тени. Вот она, пуховочка и как раз-таки тени, которые рисуют. Мне очень нравилось. Особенно вот эта тенюшка подходит у тех, у кого свои бровки идеальные, красивые. Что просто вот их придать им цвет, объем. Тени придают объем на бровях. Причем не надо, если прорисовывать. И вот я спустя, скажем, 10 лет, я решила его вновь взять и посмотреть. У меня были... У меня карандаши сейчас я пользуюсь от Reflame такими же. То есть карандаш и тени, но уже заканчиваются. Они вот очень быстро заканчиваются. Вот этот вот маленький стержень, это, конечно, не сравнить с обычным карандашом для бровей. Вот тот долго служит. А вот эти, они такие быстро улетучивающиеся. Ну, на месяц. При ежедневном использовании на месяц не хватает. Ну, вот я не удержалась, была по распродаже, и я купила вместе с консилером вот этот карандаш для бровей, который идет. Ну, и завершая свой обзор, когда вот не просто видео показываю, когда каждый продукт рассказываю, получается прям вот он долгий-долгий обзор. Хочется, вроде продуктов мало, по каждой охоте поговорить, и получаются такие длинные обзоры. Я купила стойкие тени, жидкие тени от Люкс Визаж. Они зарекомендовали себя вот у многих-многих видеоблогеров. Очень много визажистов пользуются, причем топовых визажистов пользуются вот этими жидкими тенями, металлическими тени от Люкс Визаж. Вот это, причем новый оттеночек я взяла, зеленый, не устояло. Вот этот какой-то кремоватый у них. Сейчас скажу, по оттенкам скажу. Новый зеленый, это 15-й оттенок. Здесь вот он какой-то бежоватый, это 8-й, сейчас я их все покажу. И вот этот сиренево-розовый, не знаю даже какой цвет, это 10-й. Сейчас давайте их посмотрим. Прелесть этих теней... Так, а куда бы нам с вами их нарисовать? Давайте вот сюда. Цвет, конечно, не так, не знаю, может быть, я так вижу. Вот он какой-то розовато-сиренево, какой-то даже с фиолетовым. А его... Это... Какой номер у нас был? И это 10-й. Вот он, 10-й. А теперь давайте вот этот вот светлый 0,8-й. Вот его я вообще использую как подложку для теней. Сейчас посмотрим. Они очень хорошо. Видите, вот он какой-то такой вот... Грязноватенький. Ну, цветопередача, девчата, я сразу говорю, возможно, она не пойдет, потому что нужно идти в магазин и просто брать и смотреть уже на своей руке. Здесь я еще и много добавляю. То есть их вообще надо капелюшечку. Вот на веке капелюшечку прям надо. Ну и который новинка, это зеленый. Они, кстати, не подписаны, как называются цвета. Просто вот номер и все. И зеленый. Я вот не могла мимо него пройти, потому что я очень люблю зеленые оттенки. Вот он. А, да, вот. Ну, кстати, они передаются. Вот если вот так вот посмотреть. Я так смотрю. Да, вот он, он зеленый. Этот бежевый я его, вот я говорю, как базу использую. А вот эти вот сейчас. Сейчас вот здесь вот у меня накрашен. Как раз зеленым бы не ткнуть. А вот этот вот оттенок. Но он у меня еще и смешан с сухими тенями. Так вот, мне они очень нравятся. И не только, кстати, мне. Многие их полюбили. Многие пользуются в своей работе. Вот эти вот жидкие, стойкие. Они стойкие. Буквально мгновенно они высыхают. Поэтому их надо быстро-быстро растушевывать по веку. И в течение дня вообще никуда не скатываются. Держатся на месте. Либо делать какой-то как акцент. А можно прекрасные смоки. Вот для смоки вообще шикарно подходят вот эти стойкие, жидкие тени. И у них огромная палитра оттенков. Вот я только три купила. Просто хочется практически все купить. На лето вообще идеальный вариант. Сейчас вот использовать стойкие тени. Держатся, говорю, прекрасно. Не скатываются. Только быстро-быстро растушевывайте. Вот прям границы у теней. Быстро-быстро тушуйте. И тогда получатся вот такие, скажем, легкие смоки. Но если поинтенсивнее нанести, будут такие вечерние смоки. Вот они оттеночки. Все. Все мои покупки. Весь мой обзор. Еще раз говорю. Доктор Жарт. По Йо, Катрис, Мейбелин и Никс. Все. Все рассказала, все показала. Кто чем пользуется, пишите в комментариях. Понравился обзор? Был ли он полезен? Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео-обзоры. До новых встреч. Пока-пока. И будьте красивыми.